привет народ с вами андрей канал сделайся сам готовлюсь к завтрашнему дню один единственный на этой неделе выходной и тот уже расписан по часах сначала ставлю антенну значит у меня спрашивали некоторые люди что за комплект не сейчас необходим для того чтобы себя провести т2 смотрите ну самое главное это хорошая антенка я всем рекомендовал недавно показывал видео про антенку волна 224 цифра берем эту антенку там комплекте коробчон очки стоит уже согласующие устройство берем кабель хороший и необходимо еще припастись нормальным тюнером формата т2 он и формат dvb т тоже показывает ну и еще вот такую безделушечку f очку вот она вместе собрана это f очка вместе со штекером штекер типа пишут золото есть сомнения хотя вот так блестит интересно так довольно даже получается вот это и есть минимальный комплект и вот я думаю буду сейчас собирать эту антенку ничего как бы интересного здесь нет но антенка до антенка и тут я вспоминаю да ребята меня просили размеры снять покажу эти размеры антенки кому интересно кому не влом позабавляться тот пускай повторяет и тут меня еще одна идея посетила спрашивают часто у меня по поводу как антенка работает через шифер любая антенка и тут я решил вот соберу эту антенку как раз комплект вот этот вместе с этим кабелем 15 метров китайским вот это все соберу воедино тюнер пока оставим сторону возьмем мой прибор полезем на чердак и я вам покажу сначала с балкона покажу на том же уровне как идет на улице какой уровень сигнала потом я зайду на чердак и покажу как пробивает тот же сигнал через крышу и для интереса попробуем еще пробиться и через кирпичную стену в пол кирпича и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, как вы поняли из видео по сборке, основной самый геморрой Это надеть на 15 элементов вот этих, что на антенне находится И на 8 элементов рефлектора вот эти пластиковые колпачки Так вот, даже летом они так просто не надеваются Они рассчитаны для того, чтобы надевать их на горячую Смотрите, есть два способа Один из способов я только что применил Я предварительно нагревал кончики трубочек феном Прогревал немного сам колпачок и надевал Есть еще один хороший метод Берем какую-то жестяную крышечку Ложим все пластиковые колпачки Снизу хорошо подогреваем феном, но так, чтобы они не поплавились Сверху подогреваем до того состояния, пока они не станут мягкими Потом берем быстро и надеваем Установить рефлекторы здесь все попроще Ну и элемент крепления Тут еще все очень просто Ну и теперь смотрите Сначала я хотел сделать чертеж Но потом подумал, ну и его пень Кстати, здесь всегда есть запасные На тот случай, что вы либо поломаете, либо потеряете Обычно их 5 штучек где-то И вот смотрите, что я сделал Вот размеры указаны между ближайшими элементами Между центрами Вот здесь, с этой стороны Посмотрите и фиксируйте Вот, например, между шлифом пистолькорса И первым элементом 34 мм Вот между первым и вторым элементом 72 78 76 73 73 84 90 86 92 92 88 88 88 88 88 88 и 96 Вот, посмотрите Медленно Еще проведу Чертеж напряженный Это троечка 73 Делать Потому, что я мерил и сразу обозначал А потом думаю, зачем я буду тратить время еще на чертеж Ну, а здесь еще проще Сверху указаны размеры наших директоров Значит, директоров у нас идет по 5 штук одинаковых Первые 5 штук идут по 145 мм Вот я возле каждого директора надписал 145 145 145 145 145 145 145 155 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 Вроде бы все основные расстояния я измерил Значит, смотрите Вот это Вот это 140 мм Да 140 мм Вот От центра Нашего вибратора До центра Ох, какая она длинная и мешает все До центра этого винтика Ну, а дальше Значит Размеры Вот этих Элементов Сейчас Вспомню Подскажу 287 мм Вот этих Элементов Рефлектора И Шаг Между Элементами Рефлектора Получается Где-то 46 мм Вот такие вот дела Ну и Диаметр Всех трубочек 6 мм Сейчас Подсоединяем кабель Как в старых добрых Польских Антеннах Вот здесь Хомутик у нас Винтик Центральный Разделываем Кабель И идем С прибором Искать Наши уровни Разделочка Кабеля Смотрите Все Достаточно просто Если хороший кабель Кстати Вот этих моментов Вот Изломов Всяких Я не допускаю Вот Если кабель был Изломан А вот здесь Именно такое и было Вот так делаем Даже без Сожаления Потому что В том месте Рано или поздно Кабель Попытается Вернуть Былую форму И там Будет Полное отражение Сигнала Берем Берем Наш Кабель И Смотрите Вокруг Не сильно Режем Так Можно сказать Продавливаем Очень легко Чтобы Не перерезать Внутри Находящий Экран И Так как бы Ломаем Несколько Таких Движений По кругу И оно Вот Ломается И снимается Прекрасно Дальше Снимаем Наш экран Кстати Здесь Не самый хуже Оказывается Ноунеймовский Кабель Потому что Фольга Здесь жесткая Приклеенная И вот Волос Такой Стальной Омедненный Или анодированный Ну и вот Здесь тоже Неглубоко Вокруг Где-то Высотой 5-6 Миллиметров Делаем Такую Обводку И тоже Держим основание И Попытаемся Прокрутить То что мы Как бы Отделили И раз Все снимается Вот так Очень просто Все Разделывается Значит Со стороны Там где Будет Идти К нам Тюнер Это вообще Очень просто Делается Берется Ф И накручивается Вот это все Можно заизолировать Изолентой Я для эстетики Беру Предварительно Надеваю Всегда Белую термоусадочку Феном Прогреваю И все Аккуратненько Здесь белое Ничего не видно Ну и Накручиваем Штекер С другой стороны О, кстати не лезет О, полезла Новенькая Совсем Циолковская Все Вот таким образом Мы с одной стороны Сделали Штекер Ну А другую сторону Мы Разделываем И Садим ее Под хомутик еще раз покажу только уже немного побыстрее вот раз 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 все это готово и и так раз 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 все когда вы на опыте это делается вообще за секунду желательно вот этот экран вот так аккуратненько намотать на экран из фольги но намотать так чтобы у вас здесь никаких сопления села чтобы не происходило никаких замыканий ну что прикручиваем без фанатизма закручиваем центральную жилу потому что там всегда очень слабое место полигонщики очень слабенькие здесь оставляют и если оторвется то уже не к чему будет крепить смотрим внимательно чтобы не было ненужного контакта центральной жилой экранирующие плёточки и устанавливаем вот таким вот образом плату на место казалось бы делая такие элементарные операции но часто люди на этих операциях делают ошибки из-за чего центральная жила коротит с внешней оболочкой и из-за этого сигнал дальше не уходит закрываем нашу коробчон очку и закручиваем винтиками коробчонка принципе герметичная очень плотно садится но если в кого нет уверенности может потом в конце после установки наладки антенны посадить коробчонку дополнительно на герметик и так вот наш приборчик не забываем выключить питание антенны включаем его нажимаем окей выбираем настроечки молоточки инструментики смотрим что антенное питание выключена of все выходим и щелкаем на антенку но смотрите тут один момент нужно сначала подключить источник сигнала а потом уже включать все дело в том что если вы сначала включите а потом подключите то она не сразу вам покажет наличие сигнала ну вот сейчас у нас антенна смотрит стену и совсем другом направлении поэтому сигнала как бы нет сейчас у нас полностью с 15 метровым кабелем антенка берем ее направляем на наш город киев вот мощность сигнала 28 процентов или 28 и 8 десятых децибел на микровольт и качество ой пропала чего-то качество 50 процента если сравнивать с показанием тюнера то добавляем до значения мощности и качества 30 процентов то есть это соответствует на нормальном тюнере 60 процентов мощности сигнала и 81 процент качества принципе даже неплохо работает но на этой высоте неплохо бы все-таки компенсировать усилителем если бы с усилителем показания были бы ее значительно лучше потому что сигнал она здесь на высоте два метра слабовато ловит по 15 метрах этот несчастный сигнал наш сильно падает и мы имеем что имеем но тем не менее все-таки балкон у меня где-то на высоте находится пяти метров от земли я думаю уровень там будет получше и так вот мы уже на чердаке измеряем сначала какой уровень сигнала на улице потом измеряем какой уровень сигнала через крышу крыша как я вам сказал старенькая и проверим потом еще через стену в пол кирпича ну что берем антенну и пытаемся найти максимальный уровень сигнала так вот 39 децибел на микровольт level смотрите качество 60 процента все только что было 39 и 3 вот 39 и 3 ну а теперь знаю как я вот это все возьму и идем хочу онлайн все показать чтобы они сказали что я все смонтировал идем сюда мастерскую на чердак вот и смотрим 38 и 3 37 и 3 так 38 и 3 был максимальный уровень попробую штекер поправить вот 38 и 5 и 60 процентов то есть разница 0 8 децибелах через шифер а теперь давайте возьмем это все дело ой потащим выпадает через стену смотрим что через стену нам покажет вот так где-то смотрим получается 38 и 8 через стену даже меньше затухания получается 37 и 8 но проскочила было 38 и 8 вот 38 децибел на микровольт посмотрите вот здесь я держу не в окно никуда то есть вы поняли что через шифер и через кирпичную стену если они конечно не мокрые не сырые то уровень наш практически не изменяется ну 0 8 децибела на микровольт это совсем совсем мало я вам скажу при плохом соединении вы это можете значительно больше потерять вот такие вот дела я как бы доказал показал вам да если будет лежать большой слой снега мог будет вас на крыше все бы будет очень сырое доска будет сырая то тогда 2 ну максимум 3 децибела вы потеряете других вариантов не может быть то есть там 5 10 децибел такого не может быть поэтому как бы ничего страшного если вы разместите на крыше даже это очень хорошо потому что антенна будет защищена от внешних проявлений природы вот такие вот дела кстати видите у меня здесь все завалено радиотехническими девайсами запчастями это просто кошмар этих антенн миллион да смотрите кстати кто угадает что это такое напишите пожалуйста в комментариях мне кстати уже и девайс такой подогнали будет сюрприз такой для телевизионщиков напишите ладно ребята в принципе все что я вам хотел показать рассказать я показал рассказал и доказал дальше думайте сами решайте сами всем спасибо за внимание до новых встреч пока